Ольга Владимировна говорит, что может найти подход к любому. Волонтерская работа для нее не в новинку. С группой активистов организации «Серебряный возраст» она была добровольцем на всех значимых спортивных событиях, которые проходили в нашей стране. Об этом добровольческом движении она теперь знает практически все. Наша команда «НОСАП «Серебряный возраст» является членом Ассоциации волонтерских центров. То есть мы подготовленная команда с большим громадным опытом. Естественно, то, что у нас проходит чемпионат мира по футболу, именно задевает наш город, считаем, что это очень большое событие в жизни нашего города. И мы очень надеемся, что наш город-курорт будет не только знаменит, как именно курорт, но будет и знаменит, как наш волонтерский центр, именно поставщик волонтеров во всевозможные событийные мероприятия. Сегодня в аудитории филиала Сочинского государственного университета собрались десятки людей самого разного возраста. Это активисты, которые станут волонтерами при проведении чемпионата мира по футболу в следующем году. Именно они будут первыми помощниками у иностранных гостей, которые приедут на тренировки в наш город. Молодежь «Анапа» активно откликнулась на призыв принять участие в волонтерском движении. У многих за плечами опыт участия в региональных мероприятиях. Я ходила в школу волонтеров, именно здесь, которая происходила в том году, проводилась. И в этом году, когда мне сказали, что будет FIFA проводиться, и будет работа опять в школе волонтеров, я решила, почему нет, почему не попробовать, как бы мне футбол нравится, я узнаю для себя много чего нового, увижу знаменитостей каких-то, это будет в мою копилку еще один плюс. Первое занятие, которое происходило сегодня, ознакомительное. Добровольцы узнают друг друга ближе, знакомятся с направлениями и особенностями работы. Здесь главное – полное взаимопонимание. Поэтому и первое задание – отработка навыков самоорганизации при решении задач. Волонтеров разбили на 8 команд. Участники каждой из них должны были придумать название, слоган и распределить функции между собой. На самом деле очень важно, что мы работаем в таком тандеме, начали вот такую работу именно, то есть это багаж знаний, опыт и молодость, хорошее настроение, уверенность в себе, поэтому мы это объединили. Сегодня прошел достаточно хорошо этот первый урок, можно так назвать. Мы все познакомились, поняли, какие у нас основные цели, задачи перед чемпионатом, чему нам стоит поучиться друг у друга. Ребята уже успели поработать в команде, представить себя. Мне кажется, у них это получилось, и я уверена, что к чемпионату мира мы подойдем очень хорошо. Уже сегодня в списках тех, кто будет работать на чемпионате мира по футболу, более 100 человек. Следующая встреча школы волонтеров – в конце месяца. А в ближайшее время они примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.